Здравствуйте! В эфире программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Чистота – залог здоровья. Качество санитарной обработки мест общего пользования регулярно проверяют. Опасность дома. В период дистанционного обучения возросло количество бытовых травм. Сад памяти. 27 миллионов деревьев высадят по всей стране в год 75-летия Победы. Сегодня по данным сайта stopcoronavirus.rf в Чувашии подтвердились анализы еще у 43-х человек. И это ожидаемо, сообщает портал «Чувашия без паники». Сейчас часть результатов должны были быть еще в начале недели. Итого в республике 305 случаев заражения COVID-19. 14 человек выздоровели, 5 летальных исходов. И сегодня стационарный корпус Чебоксарской районной больницы закрыли на карантин. Такое предписание выдал Роспотребнадзор Чувашии, так как у одного из пациентов больницы положительный результат на коронавирус. Как сообщает Минздрав Республики, пациент перемещен в инфекционное отделение БСМП. Контактировавшие с ним находятся в изоляции под медицинским наблюдением. У всех взяты анализы. В Чебоксарах идет дезинфекция. Санитарную обработку регулярно проводят в местах общего пользования. Обрабатывают остановки, подземные переходы, подъезды. Качество работ проверяют специалисты госжилинспекции. Чисто все убрано, сразу видно, что управляющая компания здесь дезинфекцию провела. Чистотой и порядком более 25 лет в этом подъезде заведует Роза Сидорова. С недавнего времени работы у нее прибавилось. Теперь в ежедневные обязанности входит не только влажная уборка, но и санитарная обработка. Мы стараемся делать, чтобы людям не мешать. Рано с утра делаем и вечером. Потому что сейчас народ не ходит, все сидят дома. А вот эту санитарную обработку каждый день, кроме воскресенья, делаем. Жильцы говорят, спасибо, молодцы, говорит. Специальным антибактериальным средством обрабатывают ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов. Регулярность и качество проводимых управляющими организациями работ сейчас на особом контроле. Нужно составить график, который будет висеть в свободном доступе для всех жильцов подъезда. Так они смогут контролировать качество произведенных работ и спрашивать с управляющей компанией, если уборка производится не по графику. Поступают обращения граждан, они поступают как и письменные обращения, так и поступают звонки. Всего за период у нас поступило 68 таких обращений. Но в основном жильцы обращаются, что управляющими компаниями такие работы не проводятся. Такие обращения у нас имеют первоочередной характер. У нас были и плановые выходы, когда мы в рамках взаимодействия с администрацией Горчи-Баксары, например, мы по московскому району в период с 1 апреля по 3 апреля прошли 142 многоквартирных дома. В тех домах, из которых поступают сигналы о некачественной дезинфекции подъездов, либо о ее отсутствии, проводят дополнительные осмотры. Более 900 многоквартирных домов и 600 детских площадок обследованы специалистами с начала режима дезинфекции. Проверку удалось пройти не всем. Недочеты и недостатки, которые выявлены в ходе обследования территорий многоквартирных домов, нами направлены в прокуратуру города Чебоксары для дальнейшего принятия мер реагирования. Поэтому призываем жителей города Чебоксары все-таки соблюдать все требования, не посвящать детские площадки, не срывать сигналы ленты. И ответственно все-таки подойти к вопросам самоизоляции. Параллельно дезинфекции проводятся по всем центральным магистралям. Остановочным павильоном и подземным переходом. К слову, только в Чебоксарах 402 остановки и 8 подземных переходов. Бригады рабочих в защитных костюмах ежедневно распыляют специальные смеси. Задействованы и поливальные машины. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Валерий Резюков. Республика. Дети без присмотра – самая уязвимая часть населения. С того момента, как школьников вынуждены отправили на дистанционное обучение и лишили прогулок, заметно возросло количество бытовых детских травм. Степа, покажи. А где у тебя тирекс? Сделайте тирекс. Покажи. Вот он тирекс. А черепашка-ниндзя где у тебя? Покажи. Маленький Степа играет и уже не помнит про свою больную руку. Пару дней назад он прищемил палец в дверном проеме. Теперь со своей мамой Еленой лежит в стационаре детской больницы. Нас привезли в республиканскую больницу, где тут же оказали нам первую помощь. Сразу же назначил врач лечения, который мы сейчас проходим здесь, в стационаре. В целом, если говорить об условиях, хотелось бы сказать, что действительно здесь очень замечательно. Квалифицированные хорошие врачи, медсестры, внимательный персонал. Здесь мы раньше не были в первый раз. Надеюсь, что, как говорится, в первый и в последний раз пройдем лечение. Испешно у нас выпишут благополучно сыном. Таких, как Степа, в отделении травматологии и ортопедии 15 человек. Все они жертвы домашних травм. В последнее время такие диагнозы приходится ставить все чаще и чаще. Это связано с тем, что дети сейчас находятся на самоизоляции, дома учатся. И получают травмы больше дома. Прищемляют пальцы, ударяются головой, падают с сеновалов. Это дети из районов. Получают травмы при работе с строительным инструментом. Ну и так далее. Дети – это такой контингент, которые хотят веселиться, бегать. Поэтому они получают травму в быту сейчас. Им тоже скучно. Им тоже нужно куда-то девать свою энергию. Травмы у детей не тяжелые, но требуют внимания и стационарного лечения. Частая причина несчастных случаев – недосмотр взрослых. Родителям при наличии вот этого карантина, домашней самоизоляции, надо больше внимания уделять детям. Потому что они понимают, что дом в замкнутом пространстве находится, все время 24 часа. Видят, как-то бывает, как-то, так называем, глаз замыливается. И ребенок в какой-то момент попадает без надзора старших. И, соответственно, попадает к нам с различными травмами. Если все же травма произошла, незамедлительно вызывайте скорую помощь или обратитесь в травмпункт. Бежал и упал. По-моему, тебе сильные уши. Семек. В ближайшие дни погода наладится, а значит, всплывет еще одна проблема – открытые окна. Поэтому пока есть время позаботиться об установке специальных фиксирующих устройств. По статистике, от несчастных случаев умирают больше детей, чем от инфекций. Рецепт один – не оставлять детей без присмотра. Юлия Важенина, Республика. Минпромторг России поддержал законодательную инициативу в Рио главы Чувашии о передаче торговыми сетями продуктов на благотворительность. Олег Николаев, еще будучи депутатом Государственной Думы России, предложил освободить ритейлеров от уплаты налогов с товаров, передомаемых на благотворительные цели. Сейчас эта мера особенно актуальна. Только в Чебоксарах с момента введения режима повышенной готовности начали работу более 20 волонтерских центров. В результате договоренностей в Рио главы региона с руководителями предприятий, антисептиками и дезинфицирующими средствами обеспечены больницы республики. Продукты нуждающимся передают компании агропромышленного комплекса. Горячие обеды для врачей поставляют предприятия общественного питания и индивидуальные предприниматели. И все это на безвозмездной основе. Средства на оснащение медицинских учреждений и дополнительным оборудованием перечислили крупные холдинги, а также депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Чувашии. В Чувашии более трех тысяч сотрудников администрации сельских и городских поселений, муниципалитетов. Сегодня ветераны и работники муниципальной власти встретились онлайн. Совещание, посвященное Дню местного самоуправления в режиме видеоконференц-связи, провел в Рио главы региона Олег Николаев. Сегодня в Чувашии 300 с лишним муниципальных образований и повсеместно ведется работа по благоустройству, ремонту учреждений здравоохранения и культуры, дорожному строительству, реконструкции спортивных объектов. Кроме того, в задачу органов местного самоуправления входит и создание благоприятного инвестиционного климата и пополнение доходной части бюджета, также поддержка гражданских инициатив и жителей в любых ситуациях. Развивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», введена в действие система 112, а мы как работали? У нас на рабочем столе, кроме телефона, ничего не было. И хочется сказать вам большое спасибо за то, что сейчас появилась возможность быстрее отслеживать все происшествия. И намного уменьшилось время отслеживания и реагирования на чрезвычайные аварийные ситуации. На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за развитие городов и поселков, качество жизни населения. Выражаю огромную благодарность вам всем за ту работу, которую вы ведете ежедневно, за ту работу, которую вы выполняете терпеливо и самоотверженно, может быть, даже где-то в текущее непростое время. Мы с вами почти ежедневно сверяем часы и координируем нашу совместную деятельность тем, чтобы максимально обеспечить, с одной стороны, благополучие и здоровье граждан, с другой стороны, обеспечить реализацию тех намеченных целей, которые стоят перед нами. Координирует работу Совет муниципальных образований, созданный в Чувашии в 2006 году. Благодаря ему активно изучаются и распространяются лучшие практики по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований, развитие общественной инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, участие ТОСов и староств в реализации национальных проектов. Завтра, 24 апреля, в Чувашии пройдет очередное заседание Высшего экономического совета. Его участники дистанционно обсудят комплексную программу социально-экономического развития республики, которую разрабатывает Международный центр развития регионов. О дополнительных мерах по поддержанию экономической стабильности в условиях пандемии доложит Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о сбытии наркотиков. На скамью подсудимых отправились три человека. По версии следствия, двое парней и одна девушка работали на интернет-магазин, который занимался продажей запрещенных средств. Об этом сюжет наших коллег из пресс-службы МВД Чувашии. В июне прошлого года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии задержали молодую пару. Тогда, в ходе личного досмотра и обыска съемной квартиры в Новочебоксарске, где проживали задержанные, полицейские изъяли полтора килограмма так называемой синтетики. Наркотические средства забывались на территории города Чебоксара и города Новочебоксарска Чувашской республики в условиях конспирации. В ходе предварительного расследования установлено причастность указанных лиц к 30 эпизодам покушения на сбыт наркотических средств. По версии следствия, 25-летняя уроженка республики Коми и 24-летний чебоксарец занялись криминальным бизнесом в феврале прошлого года. Фигуранты работали через интернет-магазин, забирали оптовые партии, фасовали и разносили ядовитое зелье. Однако спустя некоторое время сами начали варить в квартире синтетические наркотики. В ходе предварительного расследования был также задержан еще один молодой человек. Данное лицо работало на указанный интернет-магазин в условиях анонимности. Однако это не помешало установить причастность данного лица к 12 фактам покушения на сбыт наркотических средств. Расследование длилось около 10 месяцев. Были установлены свидетели, проведено свыше 40 экспертиз. На время следствия в отношении двух фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один находился под подпиской о невыезде. В настоящее время участники группы ожидают вердикт суда. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. 27 миллионов деревьев высадят по всей стране в год 75-летия Победы. В том числе и в нашей республике. Именно столько жизни унесла Великая Отечественная война. Международную акцию «Сад памяти» одними из первых поддержали жители деревни Саруй Урмарского района. Давайте мы на дистанцию будем поддерживать и по два человека, используя маски и перчатки, будем работать. Молодые побеги тянутся к ясному небу. Для жителей деревни Саруй это символ подвига их односельчанина. Войсковой разведчик Павел Порфирьев прошел всю войну. Удостоен многих наград. Кавалер Ордена Славы Трех Степеней. Отечественной войны Первой и Второй Степеней. Красной Звезды награжден двумя медалями за отвагу. После войны трудился в лесном хозяйстве. Его имя занесено в почетную книгу героизма и трудовой славы Чувашии. Очень приятно. Это же память моего отца. В честь него вот мы сколько дел вложили сюда. А так я очень доволен с этой работой. Это изгороди начали. Я собрал друзей, людей. Этот сад жители деревни называют садом жизни. Изначально планировалось 50 таких садов по всей республике. Но неблагоприятная эпид-обстановка вносит свои поправки. Не проводим больших массовых акций, но при этом каждый житель республики может присоединиться к нашей акции, присоединиться к акции сады памяти. Сажая где-то на приусадебных участках деревья, сажая деревья где-то возле населенных пунктов, там, где вы считаете правильным и нужным. То есть мы приглашаем вас присоединиться, отметить это хорошее достойное дело, может быть, и фотографиями, потому что все мы делаем фотографии и память можно сохранить. Разбить свой сад памяти может каждый желающий. Организаторы предлагают и другой формат. Можно нарисовать или сделать поделку с детьми. Можно прикрепить фото вашего деревца и поддержать акцию в соцсетях с хэштегом «Сад памяти дома». До 22 июня. Наталья Мальчикова, Республика. В год памяти и славы потомки-освободители Ленинграда и волонтеры Победы соберутся в городе на Неве. Все они победители международного конкурса «Внуки Победы Ленинград». Он объединил более 200 участников из России, Украины, Узбекистана, Киргизии. Наша землячка, студентка Анастасия Миловидова, выдержала серьезный конкурс и выиграла с проектом о своем герое. Ефрейтор Роман Филиппов, родной брат прадедушки Анастасии. Вот что она рассказала нам о нем по видеосвязи. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Мы узнали, что вы стали победительницей международного конкурса «Внуки Победы Ленинград». Это правда? Да, это так. Как вам такое удалось? Расскажите, пожалуйста. Ну, это все благодаря тому, что у меня был большой волонтерский опыт, и я являюсь потомком участника, защищавшего Ленинград. А с какой работой вы выступали? Как представили работать? Ну, нас просили предоставить документы, подтверждающие родство, с участником именно защищавших Ленинград. То, что я являюсь потомком, защитником, который защищал Ленинград или был жителем блокады. И нужно было пройти собеседование. Это все будет стационарно в форме скайпа также. Вы ведь не первый раз уже участвуете в подобных конкурсах? Уже не в первый, нет. В прошлом году я еще победила в конкурсе «Послы Победы Москва», где победители были с организаторами «Парада Победы» в Москве и «Бессмертного полка». Работа как выглядела? Ну, тогда мы просто скидывали свое портфолио, подтверждающие наш волонтерский опыт. У нас был в социальных сетях мотивационный пост. Мы писали, почему мы хотим стать послами Победы. Аргументировали это как-то. И также было собеседование. А для чего вы вот эту работу делаете? Что дает вам участие в подобных конкурсах? Ну, во-первых, мы сохраняем историческую память. Волонтеры Победы как раз занимаются этим, и я вхожу в эту организацию уже не первый год. О дальнейших планах поделитесь, пожалуйста, что еще планируете? Ну, планирую дождаться исхода карантина, поехать, конечно же, на проект и дальше уже работать в направлениях волонтеров Победы. Мы очень за вас рады, поздравляем еще раз, ну и желаем дальнейших творческих успехов, так держать. До свидания, всего доброго. До свидания. 25 апреля – День чувашского языка. К этой дате Национальная библиотека объявила акцию «Люблю чувашский». Разумеется, дистанционную. Стихотворение или прозу на чувашском языке нужно записать на видео и выложить в любую социальную сеть с хэштегом «Люблю чувашский» или отправить на электронную почту библиотеки. Это может быть стихотворение любимого поэта или собственное сочинение. Если не помните наизусть произведение или дома не оказалось нужной книги, можно обратиться к электронной библиотеке. Для удобства мы подготовили электронную коллекцию стихов. Их можно найти на сайте Национальной библиотеки. Это и детские стихи, стихотворение о родине и посвященное чувашскому языку. При размещении видеоролика нужно указать автора и название произведения. Для того, чтобы получить электронный сертификат участника акции, необходимо также указать личные данные, фамилию, имя и чем занимаетесь. Призываем всех присоединиться к нашей акции «Читать на родном языке, любить родной язык». Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Оставайтесь дома. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин